Привет! Вы смотрите блог на сове, а меня зовут Хатуна. Мы в ответе за тех, кого приручили. Как бы избито не звучала эта цитата из сказки Экзюпери, хочу начать видео именно с нее. Недавно в Тбилиси на 67-летнюю женщину напала собака. В течение трех минут очевидцы происшествия пытались оттащить пса от пострадавшей. Не сработало. В конечном счете женщина попала в реанимацию в тяжелом состоянии. Собаку удалось остановить только пулей. Впоследствии ее усыпили. Питбуль-терьеры четвероногие со скверной репутацией. Их выводили в США под конкретную задачу для боев. То есть животное попросту не способно сопротивляться заложенному генетическому коду. По этой причине во многих странах мира питбули запрещены. В Грузии, скажем так, собачьего расизма нет. Впрочем, как нет и регуляции по приобретению, контролю или же учету собак бойцовской породы. В Европе, к примеру, владельцы таких псов буквально регистрируют их как оружие. Ведется строгий контроль спаривания. В нашей стране этот процесс совершенно произвольный. В парламенте, наконец, начали рассматривать закон о домашних питомцах. А до тех пор единственное, что требуется, это чипирование. Но пообщавшись со знакомыми собаководами, совершенно точно могу сказать, единственное, чем интересуются соответствующие службы, это получение оплаты сервиса. Дальше уже можно уклониться от ответственности, поставить питомца на учет. Хочу познакомить вас с Бонни. Этот парень на Шкоде по предыдущему адресу проживания был срочно в воспитательных целях транспортирован в Тбилиси. Два с половиной месяца он провел в одиночке, в клетке кинолога. Это удовольствие обошлось хозяйке примерно в тысячу долларов, это при том, что питание было за свой счет. Бонни должен был вернуться в общество, видоизмененной личностью, но этого не произошло. Все потому, что Марика говорит, в Грузии кинологии как таковой хороших специалистов в этой области просто нет. К сожалению, да, мне пришлось на личном опыте в этом убедиться, но пришлось вот искать кинолога, как бы более-менее мы нашли подходящего специалиста, но в итоге, да, когда я получила собаку обратно, мы не получили нужных результатов, то есть агрессия не ушла. Это был самый важный фактор. И, к сожалению, как бы считается, что кастрация помогает так или иначе немного урегулировать хозяина, то есть сделать его более гладким, покладистым характер собаки. Вот, поэтому нам пришлось немножко лишить его, да. В общем, части. Дети-то у него хоть остались, продолжится родословное? До этого мы как бы все урегулировали, мы пошли, нашли девочку красивую, у нас есть дети, вот, поэтому с ним все хорошо. Вообще у нас очень считается красивым псом, поэтому родословное продолжится, но вот, к сожалению, после этого у нас не получится больше размножаться. Очень жаль. Да, жаль моего мальчика. Но самое главное, что он стал добрее, добрее к людям. Есть, конечно, до сих пор какие-то определенные моменты, например, там, он неравнодушен в плохом смысле к собакам, кошкам, но эти моменты мы можем, это контролируемые моменты. Главный вопрос был с людьми, коммуникация с людьми и вот социализация его в плане вот людей. Этот момент мы более или менее не обошли и, как говорится, он стал, он специфичный, очень специфичная собака, но уже дружелюбная. По законодательству Грузии выгуливать собак недекоративной породы разрешается в общественных местах с 7 утра до 11 вечера. На коротком поводке длины допускаются только при условии наличия намордника, но, как вы уже могли понять, это правило часто нарушают и владельцы часто отпускают собак с поводков, чем подвергают опасности окружающих и самих псов, потому что случаи нападения заканчиваются для четвероногих печально. Опасность нападения питбуля заключается в том, что его практически невозможно остановить. Животное сильное, его челюсть сковывает спазм и разомкнуть ее практически невозможно. Рекомендуется заводить таких собак только людям с соответствующим опытом, ведь владельцы на протяжении всей жизни пса должны сделать все для того, чтобы собака избежала заведомо опасных ситуаций. И вот мы вернулись к пресловутой гражданской ответственности. Как известно, к ней за редким исключением можно воззвать только кнутом, ведь мы нация, которая научилась пристегиваться в автомобилях не из соображений собственной безопасности, а из страха получить штраф. На этом, пожалуй, закончим. Ставьте лайки, комментируйте и делитесь своим мнением.